До съемки осталось 5 секунд. Паша, ты готов? 5, 4, 3, 2, 1. Камера. Добрый день. Добрый день, наши дорогие друзья. Паша, привет. Привет. Здравствуй, Паша. Я вот совсем без настроения, и этому есть объяснение. Мы очень долгое время не снимали наши передачи. Хотя когда-то, когда мы начинали вот этот цикл наших передач, у нас был такой запал, если ты помнишь. Был такой кураж, такой огонек. И вот так получилось, что посмотрев... Две недели не снимали мы, да? Даже больше, мне кажется. Три недели, да. После того, как ты дал мне ссылку, и я посмотрел, как наши друзья сняли передачу лучше, чем мы. Лучше. Да-да, лучше, чем мы, и причем намного лучше, намного дольше. И оригинальная идея мне бы понравилась. Идея прежде всего мне понравилась. Как вообще, как могли ребята догадаться до такой оригинальной идеи? Вдвоем сидеть и разговаривать. Мне хочется им даже посмотреть в глаза, обнять и пожать руку. Да, это вообще чудесная идея, вообще, снимать такие передачи. Это просто... И три часа, она настолько содержательная у них передача, настолько она глубокая получилась. Да, вот это самое. У нас так даже... Не получается, да. У нас даже пяти минут, у нас не хватает на пять, на десять минут даже, чтобы... Максимум нас хватило на сорок минут ни о чем. Ни о чем. Тридцать. Три часа. Нет, в смысле. Три часа. Три часа. Вот это да. В общем, у нас... Единственное, что нас сюда привело, в нашу сегодняшнюю студию, это то, что... Это наша красота. То, что мы красиво сегодня одеты. Причесаны. Да, я недавно постригся, вот. И вот я надеюсь, может быть, мои соотечественники... Соотечественницы. Соотечественницы, может быть, посмотрят в телевидении эту замечательную передачу. И, наконец, приедут в Москву. Может быть, да, многие собираются приезжать сюда, уезжать и все такое, да, это хорошо. Вот. И вот, и вот, и вот, и только вот это вот заставило меня вот лично. Вот это вот привело в эту студию. Паша, тебя... А, потому что ты красиво одет. Да, ты красиво одет. Вот я тебе идет. Надел чистую майку, поэтому... И красивого цвета. Кстати, мне очень понравились вот эти твои фотографии, тоже вот эти горчичные, которые ты мне показывал. Не могу показать никому, понимаешь? Он еще не законченный проект в развитии. Куратор не разрешает, говорит. У тебя что нет фотографии, то шедевры. Нельзя показывать пока, говорит. Пока не оформишь выставку, книжку, нельзя. Ах, вон оно в чем дело. А я думал, если ты их выложишь в интернет, может быть, они... Ну, в принципе, вот ты заметил, вот странное дело вот с этими лайками, да, вот? Лайки. Любят ли лайки? Лайки. Ну, это порода собаки есть такая. Лайки. Вот есть какая? Лайки-то первые вы запустили в космос или Белку и Стрелку? Не знаю, по-моему, Лайки. Да, может, и Белку и Стрелка две собаки нужны, впрочем. Может, их троих запустили. Или Белка и Стрелка лайкали друг друга и так поедали. Слушай, а давай сделаем свою социальную сеть, и там будут не лайки, а чмоки. Я давно думаю об этом. Чмоки это намного лучше, Паша. Вообще, интересно, ты заметил, вот сколько мы не снимаем вот наши величайшие вот эти бессмертные... Шедевры, да. Да, передачи. Нет, 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 вот даже передачи. А, передачи, да. Да, передачи, да, вот они вот эти лайки, вот в этом... Не набирают лайки. Да, есть там в Ютубе лайки? Есть лайки. А, ну, не набирают. Ну, знаешь, в Ютубе просмотры. А может сделать в этом, как и в Фейсбуке, тоже просмотры, а не лайки? Допустим, 40 просм. Просм. Да, или 800 просм. А мне интересно, что наши дружественные друзья, которые сняли вот эту великую передачу, это Шатров и Мартынов, да, наши друзья, они больше собрали лайков. Они, у них 10 тысяч просмотров, а у нас максимум 1000. О чем это говорит? Это говорит, для меня лично это говорит, что нам нужно. Мы не попсовики. Не попсовики, как они. Мы серьезные люди все-таки, да. Возможно, мы для избранных снимаем. Да, избранные. Для передачи, да. У нас высокое искусство, которое способно понять. Не каждому дано понять. Да, 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 Паша, мы сами избранные и передачи наши избранные. И я не побоюсь этого громкого слова. Даже наше творчество, наверное, избранное. Раз у нас так мало лайков. Да, да. У тебя максимальное количество чмоков этих лайков. Я стесняюсь говорить. Кстати, интересная вещь, Паша. Вот, допустим, я выкладываю. Вообще, ты как к лайкам относишься? Вот я, например... Я только ради этого. Я живу ради этого. Паша, я не только фотографирую ради этого. Я живу ради этого. Вот потому что лайки... Вот люди... Вот я заметил одну вещь. Ой, да главное не лайки. Я вас умоляю. Я вас умоляю. А сами, блин, через каждый... Ой, там у меня еще там лайкнула... Там Лидия Иванова, там, допустим. Или там Клавдия Петрова, да. А сами радуются эти лайки. У меня, знаешь, у меня был такой случай. Мне нравилась одна девушка. И вот, знаешь, я когда-то выкладывал картинки там в этот же Facebook. И мне даже, допустим, 100 человек лайкнет мою картинку. А одна не лайкнет. Она не лайкнет. И я... Жизнь не удалась. Жизнь не удалась. День не удался. Мне вот очень был важен лайк именно от нее. Потому что она мне была небезразлична. Слушай, а получается, что нужно ввести весовые категории лайков. Допустим, Пенхасовский лайк за 100 на меня. Подожди, а он лайкает? Лайкает. Да ты что? Да и даже шмок это нам. Я ни разу не видел, что Пенхасовым что-нибудь лайкал. Ты покажешь потом что-нибудь? Обязательно. Ты точно не обманываешь, да? Пенхасов лайкает, да? Да, да, да. Замечательно. Максимишинский лайк тоже за 100 пойдет. Да, да, да. Бухармский. За сколько Бухармский? Для меня за 17,5. За 39. Ну, я шучу, конечно. Это для меня за 39,5% лайк. А, для меня за 17. За 17, да. Ну, если с Пенхасовым и с Максимишином, то до 400 пойдет, это уже хорошо, да, Павел Ильич. Да, конечно. А самый большой лайк для меня, знаешь, чей? Нет. Мой. А, это да. Ты сам свои тоже лайкаешь, да? Вот я свои... Да, когда никто не лайкает, тогда я лайкаю. А я комментирую. Сам себя? Сам себя я комментирую. Больше не в рай, не потом. Нет, я думаю, что за херня? Вот, допустим, я выпустил картинку, и она висит, висит. Я дам лайка. Думаю, что же делать? Ну, может, ее никто не видит. Потом комментирую. Попробую ее. Продвинуть. Я беру. Там же есть такая фигня, там появилась, продвигать. Да, да. Но я пока боюсь это нажимать. За деньги. За деньги? Да, значит, правильное боюство. Вот вообще я заметил, да, знаешь, такая штука, вот еще раз возвращаясь к нашим баранам, ну, я имею в виду к нашим лайкам, да, к нашим лайкам, вот люди лукавят, да, когда говорят, что ой, мне эти лайки, вот это не главное. Да, да ладно. Лайки, во-первых, это главное, а во-вторых, это самое главное. А как ты жил, когда не было фейсбука? Вот моя жизнь, Паша, делится, но на до фейсбука и после фейсбука. А во время фейсбука? Время фейсбука, это самая лучшая часть моей жизни, вот эти лайки, да. Вот ты приходишь со съемки, открываешь свой фотоаппарат, достаешь ловушку, ловушку достаешь, обрабатываешь это все как бы быстрее и быстрее. Да, конечно, выгрузи, и вот выгрузим, и тут вот так вот, начинается жить, так, раз, о, лайк, один лайк, да. Вот, поэтому, господа, с этого дня мы начинаем наш новый цикл передач про лайки. Когда мы его закончим и нам уже будет ни о чем говорить, мы начнем про перепосты, поделиться на шары. А пока, да, вот мы начинаем с этого дня. И, кстати говоря, мы приглашаем в нашу вот эту студию. Мы приглашаем полайкать эту передачу, во-первых. Да, в первую очередь, да. Уйдет перепост. Лайкайте ее, пожалуйста, в фейсбуке, вот в этом, как его? Куда мы ее выкладываем? В ютуб, да. В ютуб и везде выкладывайте ее лайки. Да, что такое? Упало, мы сейчас снимаем, снимаем, а оно упало. Такой кураж пошел, прикинь, Паша. А когда упало, непонятно. А давай посмотрим, да, посмотрим. А оно уже получится, если не получится. Да, да, да. Нет, отключи тогда, посмотрим, на каком моменте оно упало. Может быть, там уже хорошо.